всем привет привет сегодня тема видео это страховка в путешествии и в свете всех этих коронавирусных событиях путешествия уже не станут прежними и лучше конечно путешествовать со страховкой раньше я считала что страховка это ненужный элемент в путешествиях но случай в кении переубедил меня да мы ездили на новогодних каникулах в кению и до этого в принципе мы относились страховки довольно таки спокойно она у нас была но случай в кении о котором вы увидите дальше во всех подробностях заставил нас во всех следующих путешествиях уже бы со страховкой и кстати страховка у нас была она тенькова но можно сделать любую она покрывает последствия в том числе коронавируса и так что же произошло со мной в кении в кении я наступила на морского ежа честно говоря я никогда бы об этом не подумала но экзотическая страна экзотические последствия в итоге все оказалось лучше чем я ожидала все подробности вы увидите видео да там не будет про такси вы увидите видео что мы ехали от места от нашего отеля до госпиталя мы ехали на такси и обратно на в итоге страховая возместила эти расходы и в итоге все обошлось хорошо но на самом деле даже так был небольшой нюанс который вы тоже не увидите видео кати не до конца вытащили иголки но потом мы уже сами аккуратненько она уже почти вышла и мы аккуратненько ее вытащили для этого не потребовалось обращаться в больницу но страховка помогла нам сэкономить большое количество денег и так дальше вы увидите видео а пока мы скажем какие варианты есть для того чтобы поехать путешествие уже со страховкой у нас есть как-то all airlines вот здесь сейчас будет ссылка на видео про эту карту и есть два варианта оформить опции для того чтобы путешествовать со страховкой это либо получить ее с 3000 миль на счете ссылка будет на эту карточку в описании либо можно вообще первый год оформите первый год и пользоваться бесплатно тоже ссылка на первый год от бесплатного обслуживания будет под видео ну и можно просто купить страховку до страховку если вам не нравится допустим тинькофф или карточка all airlines вам не нужна то есть проверенные сервисы например череха по или сравни которые могут можно просто купить страховку до конкретного путешествия да у нас на сайте есть статья о сравнении различных страховок о том как из к покупать страховку вы тоже можете ознакомиться и возможно она будет вам полезно в общем все ссылки в описании под видео и ставьте лайк если понравится наш случай лучше вам в него в такие случаи не попадаться и подписывайтесь на канал в общем все путешествия и да будут путешествия да и они будут пока 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 получила какие-то иголки так что пока у нас купание закончилась сейчас на берег и мне наверное звоните страховую компанию на остальные купаются люди ну что по поводу клиники нам ответили сейчас мы заказали Uber и едем в Дионибич госпитал это примерно в 8 километрах от нашего отеля нам написали со страховой компанией о том что нам необходимо взять с собой поле страховое паспорт я не помню писали по поводу денег но деньги мы на всякий случай с собой взяли и там мы обратимся соответственно в госпитале уже с нашей просьбой и должны получить помощь вот то есть здесь два варианта обычно есть насколько я знаю то есть либо они нам просто окажут и уже не надо будет ничего платить страховая компания напрямую заплатит либо она будет заплатить заплатить за услуги медицинские получить кританцию потом уже возвращать деньги вообще сейчас у нас так случилось что наши соседи мы увидели что у них тоже значит наступили видимо на ежей оба парень с девушкой и прямо они по соседству с нами вытаскивали самостоятельно вот иголкой в общем мы на такой вариант не решимся тем более что у нас есть страховка поэтому сейчас поедем потом на всякий случай у ребят спросим как им это удалось это очень нужная вещь вот отчитаемся дальше как у нас прошло у Кати у меня это вообще первый случай когда что-то необходимо обратиться мы вызвали сейчас Убер для того чтобы доехать до госпиталя в страховой компании написали что вы можете получить компенсацию проезда при предоставлении чека но я думаю что если у него нет чека то нам подойдет просто выписка из Убера из квитанции и попадает на курсу да поэтому есть такая еще опция что если необходима помощь то проезд до места нахождения помощи тоже оплачивается еще там когда мы обратились по ватсап и нам не сразу ответили мы позвонили в телеграм в итоге нам написали что нужно писать меймер подъем в ватсап да мне кажется это из-за того что телеграм не очень хорошо работает с задержками нет никакого сообщения поэтому быстрее написать ватсап телефон кстати есть у нас в полисе был написан но полис распечатан просто мы быстренько достали распечатку нашли телефон и сразу же написали буквально через час после того как случился этот случай эта ситуация это необходимо заполнить форму значит мы приехали в Диане Бич в хоспитал нас попросили заполнить эту форму здесь основные данные имя, фамилия, потом их смотрим и значит после этого необходимо будет дождаться врача заполнили форму сидим ждем должны вызвать к врачу палец опух палец опух но на самом деле не очень сильно опух но просто чувствуется сильно сильно пока поли нет поэтому надеемся что все будет хорошо не ну все будет хорошо точно уже два раза нас вызывали сейчас ждем третьего вызова сначала измерили мой вес я теперь знаю свой вес давление и температуру потом отправили доктора доктор оказался индусом доктор посмотрел значит на ногу спросил делали ли прерывку от столбняка мы не знаем кстати делали я тоже не знаю вот сказал что ее делают в 5-10 лет ну по идее и делали вот даже мама не знает Катя позвонила маме соответственно он сказал что нужно пить антибиотик что да ну и сказал что вытащить это будет не больно написал рецепт и с рецептом мы пошли вот сюда в аптеку теперь ждем вызова я так понимаю с аптеки чтобы лекарства принесли пока все довольно оперативно и быстро происходит надеемся что и так дальше будет ураааа вытащили это было больно это было больно но что удивительно даже мне разрешили присутствовать при этом процессе самое больное больное было вытаскивать из большого пальца из двух маленьких потом Катя попросила сделать еще обезболивающий укол потому что было очень больно да значит что еще дали антибиотики пить теперь 5 дней так что не вытаскивайте сами да и что удивительно нас еще отвезет машина в наш отель это вообще просто нонсенс кстати клиника я посмотрел на оборудование все очень хорошее все современное и вообще отлично оснащена да в итоге вся процедура стоимость процедуры где-то около 16 тысяч ширина то есть не так уж и много да это получается 160 долларов да 160 долларов обошлось вся вот этого может быть операция что сейчас ждем машину и поедем и кстати доктор сказал что уже завтра можно купаться ведь не беспокойтесь уже можно завтра плавать вот так что носите с собой коралловые тапки да используйте коралловые тапки делайте страховку для путешествий и все будет окей берегите себя еще до начала всей этой операции мне сделали ехать от столбника перед началом операции мне сделали укол от столбника и вот сейчас к нам подошел человек и сказал что нам нужно ехать на Уберен да видимо из-за того что мы приехали сюда не на их машине то и уезжать нужно в подобный же образ но вообще страховая по квитанции нам должна возместить эти расходы сюда мы добрались за четыре с половиной доллара примерно на Убере это восемь километров пути так все где-то сейчас хоть я